У местного шашечного бомбонда, скажем так, пью уважение. Ведь в столь почтерном возрасте, выступая во всех местных соревнованиях, всегда претендовал на призёры, а накануне своего 80-летия даже стал победителем городского турнира в честь Дня Победы. Но не только своей игрой и личным примером, он старался привнести в пользу местному шашечному движению, в обществе, я помню, как в наличном автотранспорте он привозил никогорских шашусток для участия в марганце в областном турнире памяти Сафонова. Знаю, что он сотрудничал с заводом, кроме завода «Титан Украина», и команда этого завода была победителем городских «Спартакеат». Вообще, Виктор Михайлович был довольно простым человеком, интересным, и с ним всегда было интересно, легко общаться, культурный был вообще, и довольно эрудированный, много было с ним о чём поговорить. Но, к сожалению, в Никополе он прожил последние пять лет своей жизни. В 2016 году, в декабре, на 1984 году жизни его не стало. Ну, такова жизнь. Поэтому прошу и предлагаю, наверное, починить память. И не память, но не помолчать. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляет начальник управления по гуманитарным вопросам Тесия Вадимировна Неманова. Слово предоставляет президенту областной федерации шахматы и шашек Ирине Вадимировичу. Спасибо. Я хочу сказать, что очень радостно то, что в Микополе открылся такой прекрасный клуб. То, что это спорт для всех, это во всяком случае очень важно, что развиваются здесь и шашки, и шахматы. Это очень радостно. Кроме всего, хочу сказать, что и то, что Андрей Викторович решил ввести такую традицию проведения мемориала Виктора Михайловича Журавлева. Это очень хорошо и большая вам за это благодарность. Кроме этого, в этом году намечено и будет и дальше так проводиться, намечено еще несколько турниров. Это детский турнир в памяти Алины Титовой. Будет проводиться турнир Владимира Хвостова. И намечено первый раз это будет проводиться тоже в этом году. Значит, был Григорий Алексеевич Шевченко, который был чемпионом еще Советского Союза среди сельских шашистов. Потом он переехал в город Некополь и добивался всегда очень высоких результатов. Неоднократно мы с ним, защищая команду Европетровской области, участвовали в украинских соревнованиях. И были даже с призерами в этих соревнованиях. Так что очень хорошо, что в Некополе ведется эта шарочная работа. Я думаю, что есть заслуга и управления гуманитарной политикой, и управления спортом, что есть такой прекрасный клуб. Вы поддерживаете этот клуб. Я понимаю, что и сам клуб уже имеет свой привлекательный вид. Я думаю, что и то, что намечено у вас сейчас сделать прилегающую территорию, выставить доску. Это действительно будет очень красиво. Тем более, что клуб находится в таком прекрасном месте в центре города. Хочется поблагодарить руководство города Некополь. Ну, а участникам турнира хочется пожелать самое главное творческих успехов. Спортивные успехи – это хорошо. Творческие успехи, когда человек выходит после каких-то соревнований и вспоминает, что я вот это сделал, провел вот такой интересный план, или провел такую интересную комбинацию – это очень хорошо. Поэтому еще раз хочу всем пожелать творческих успехов. Ну, и пусть победят сильнейшие в этом соревновании. Слово предоставляется сыну Виктору Михайловичу Андрею Викторовичу Журублеву. Ну, я хочу поприветствовать всех участников. Очень приятно, что на этом турнире в честь нашего ПАПа собралось такое количество из разных городов, областей. И очень радует, что очень много-много участников. Ну, коротко я хочу сказать и о его спортивной жизни. Вот, многие не знают об этом. Поэтому, как раньше было принято, он занимался практически всеми видами спорта. То есть, это легкая атлетика, футбол, шашки, бильярд. Был классным спиннингистом. Играл на бильярде. Был судьей по футболу. И очень гордился тем, что в свое время он судил товарищескую встречу «Динамо Киев», команды «Динамо Киев» и Прилугский завод «Строймаш». В то время капитаном команды «Динамо Киевской» был Лобановский. Вот. И с шашками, бильярдом и рыбалкой он оставался до конца жизни. Еще у вас праздник была в танце. Когда он приехал в Никополь, и прошелся по клубам, он мне говорит, ну ты можешь как-то повлиять. Тут все встречи, вот, кому за 50, а кому за 30, можно как-то организовать? Потому что все очень такие уже возрастные люди. То есть он жив этим, и ни одного танцпола не пропускал. Вот у нас в сквере по воскресеньям он всегда был там и был активным несчастным. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы молодежь равнялась на него. И я понимаю, что он где-то сейчас с нами видит это, и счастлив тому, что здесь происходит. Участникам хочу пожелать побед, ну и больших достижений в том спорте, который они любят и которым занимаются. Удачи! Ну, это все. Сейчас мы сделаем жеребьевку, участники. Все, спасибо всем. Спасибо. Продолжение следует...